МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Елена Шмелева и Александр Рохленко. Вы смотрите программу «День веков хронограф». В этот день, 15 марта, в разные годы и века родились многие известные люди, среди которых... Французский военный и государственный деятель Анн Монмаранси, немецкий поэт-прозаик-новелист Пауль фон Хейзе и российский виолончелист-педагог-композитор Карл Давыдов. Немецкий микробиолог-иммунолог Эмиль фон Беринг и советский математик Борис Делоне. Шведская киноактриса и певица Зара Леандер и советский цирковой артист, клоун-пантемемист Леонид Янгибаров. Сегодня, 15 марта, вы смотрите программу «День веков хронограф». Этот день мировой истории был отмечен следующими событиями. В 493 году король Теодорих основал государство Астготов со столицей Вравени. А в 1822 российский император Александр I утвердил решение Государственного совета об отсылке крепостных людей за дурные поступки в Сибирь на поселение. В 1848 году император Николай I издал приказ всем русским подданным покинуть охваченную революцией Францию. А в 1917 Николай II отрекся от престола. В 1927 году было начато строительство Днепрогресса. А в 1946 Совет народных комиссаров СССР был преобразован в Совет министров. В 1978 году Галина Вишневская и Мстислав Ростропович, находясь в Париже, узнали, что они лишены советского гражданства. А в 1990-м впервые были установлены официальные связи между Ватиканом и СССР. Сегодня 15 марта в эфире программа «День веков хронограф». Теперь мы более подробно расскажем вам о событиях, произошедших в российском государстве в былые времена. 15 марта 1822 года Александр I утвердил решение Государственного совета об отсылке крепостных людей за дурные поступки в Сибирь на поселение. Города и веси Сибири и ранее были местом ссылки, попавших в опалу. Достаточно вспомнить имя всесильного Александра Меньшикова, закончившего свои дни в Березове. Но именно с этой поры Сибирь на долгие годы становилась местом ссылки и содержания заключенных всех званий и любого происхождения. Немало этому способствовали принятые в тот год «Устав о ссыльных» и «Устав об этапах сибирских», разработанные Михаилом Спиранским. Отныне в каждой сибирской губернии или области создавалась своя экспедиция о ссыльных, и вся Сибирь стала каторжной. Это отразилось даже в том, что по уложению о наказаниях 1845 года ее стали делить на места отдаленные, то есть каторжные, и места не столь отдаленные, как стали называть просто поселения в Сибири или европейских губерниях России. Самыми известными сибирскими узниками стали декабристы. Когда ссылка в Сибирь во время царствования Николая II была временно отменена, это было продиктовано не заботой об осужденных, а заботой о состоянии этого региона. Сибирь, по мнению авторов поправки, недостойна того, чтобы ее просторы заселяли каторжники и политические преступники. Ссылка в Сибирь была временно приостановлена, но только временно, и совсем не коснулась административных ссыльных, то есть политических, которые к тому времени составляли почти половину от общего числа. А официально сибирскую ссылку упразднили только в мае 1917 года. Сегодня 15 марта. В эфире программа «День веков. Хронограф». Теперь мы расскажем о событиях, произошедших за рубежом в давние времена. 15 марта 44 года до н.э. был убит римский диктатор Гай Юлий Цезарь. С правлением Цезаря, установившего режим единоличной власти, связаны последние годы Римской Республики. Имя Цезаря было превращено в титул римских императоров. Впоследствии от него произошли русские слова «царь», «кесарь» и немецкая «кайзер». Гай Юлий Цезарь, обладая блестящими способностями военного стратега и тактика, одержал победу в сражениях гражданской войны и стал единовластным повелителем римского государства. Цезаря провозгласили диктатором на 10-летний срок, а вскоре он получил титулы императора и отца Отечества. Кстати, на пути к диктатуре Цезарю пришлось сражаться с полководцем Помпеем, который изначально был его союзником, а затем стал его противником и врагом. В 45-м году до нашей эры он разбил в Испании войска Помпея и взял в плен его сыновей. За год до смерти Цезарю стали оказывать поистине неумеренные почести. Его статуи воздвигались в храмах среди изображений царей. Он носил красные царские сапоги, красное царское облачение, имел право сидеть на позолоченном кресле, имел большую почетную охрану. В честь него был назван месяц июль, и сам календарь также был назван юлианским. Список его почестей был записан золотыми буквами на серебряных колоннах. Цезарь самовластно назначал и отрешал от власти должностных лиц. В обществе, особенно в республиканских кругах, назревало недовольство. Ходили слухи о стремлении Цезаря к неограниченной и бессрочной власти. Неблагоприятное впечатление производила и его связь с египетской царицей Клеопатрой, жившей в это время в Риме. Возник заговор с целью убийства диктатора. В числе заговорщиков были и его ближайшие сподвижники – Кассий и молодой Юний Брут, который, как утверждали, был племянником Цезаря. 15 марта 1944 года до нашей эры на заседании Сената заговорщики на глазах испуганных сенаторов набросились на Цезаря с кинжалами. 15 марта 1767 года родился Эндрю Джексон, ставший седьмым президентом США. Еще подростком он принимал участие в войне за независимость североамериканских колоний, но затем выбрал профессию юриста. В 1824 году Джексон принял участие в президентских выборах, получил большинство голосов в коллегии выборщиков. Однако палата представителей выбрала президентом Джона Адамса. На следующих президентских выборах Джексона поддержала мощная политическая группировка, сложившаяся в демократическую партию, которая опиралась на союз фермеров Запада, плантаторов Юга, городских рабочих и новой буржуазии. Победу Джексона над Адамсом на президентских выборах в 1828 году считают поворотным пунктом в истории США. Джексон стал первым президентом, родившимся в бедной семье переселенцев. Опять же, он стал первым президентом, прямо обратившимся за поддержкой к массам простых избирателей, а не к политической олигархии. Вступив в должность президента, он заменил более двух тысяч федеральных чиновников своими политическими сторонниками. Для своего времени это был прогрессивный шаг, который способствовал углублению американской демократии. Джексон выступал за демократизацию избирательной системы, легализацию деятельности рабочих организаций, но был противником освобождения негров-рабов. Обострение политической борьбы в период пребывания Джексона на посту президента способствовало консолидации демократической партии. В ответ оппозиция создала партию Вигов. Таким образом, в США свое дальнейшее развитие получила двухпартийная система. Кроме того, благодаря усилиям Джексона в 1835 году был полностью выплачен национальный долг США. Сегодня 15 марта. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Обратимся теперь к событиям, произошедшим в мировой истории в 20 веке. 15 марта 1978 года народная артистка СССР Галина Вишневская и знаменитый велончелист Мстислав Ростропович узнали из новостей, что лишены советского гражданства. В это время они находились в Париже в ожидании продления срока действия своих паспортов. Супруги дали пресс-конференцию, на которой Мстислав Ростропович опроверг пункт за пунктом обвинения советских властей. Известие написали, сказал он, что мы не проявили желание возвращаться на родину. Должен прежде всего сказать, что у нас не было никакого желания ее покидать. А в ответ на обвинение Москвы, согласно которому Ростропович помогал диверсионным центрам и белогвардейским организациям, он ответил, что дал 63 благотворительных концерта в разных странах мира и что вырученные деньги шли исключительно в помощь больным старикам на ремонт концертных залов, на защиту животных. Настоящая же причина была в другом. Вишневская и Ростропович были дружны и всячески помогали Александру Солженицыну, писателю, высветившему в своих произведениях истинную трагедию безвинно осужденных и отправленных в сталинские лагеря миллионов людей. Александр Исаевич был объявлен врагом народа и выслан за пределы Советского Союза. Гражданство Мстиславу Ростроповичу и Галине Вишневской вернули только в 1991 году. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о других, не менее запоминающихся событиях этого дня. До встречи!